Спасибо большое за достанную возможность пообщаться в эфире и постараться рассказать о той единственности, которая у нас была проведена за последний период. Можно сказать и отчет с одной стороны, а с другой стороны, наверное, больше касается вопросов информирования населения о том, что сегодня вызывает власть, но и в частности, я как депутат на своем историческом округе. Александр Владимирович, Вы входите в состав Постоянного комитета городского совета по правовым нормативным вопросам занятости и специальной защите населения. Какая работа ведется депутатским корпусом в этом направлении на сегодняшний день? Да, наш комитет, в котором я являюсь заместителем, председатом данного комитета является ГОБА, рассматривает на основном вопросы, связанные с нормативным правовым деятельностью и документами, которые готовятся и выходят на сессию. По сути, все эти документы подготавливают туристы, администрации, городского совета, и комитет уже, в общем-то, рассматривает готовые, по сути, проекты. Допустим, один из последних примеров у нас на комитете будет состоять в области. Это как раз-таки там обсуждались те вопросы, которые для нас очень сильно беспокоят. Это и работа участковых, это работа по правовым постамой службе, это работа по линии наведения порядка. Ну, по мере, я просто не знаю, что Пушкин сказывается постоянно. Да, да, да. Да, и там, конечно же, на самом комитете, ну, не так, как на сессии происходит, в случае, там задаются ему там неудобные вопросы для опыта в полицию. Издаются какие-то ответы, комментарии, почему и что мешает на сегодняшний день организовывать эту работу. В частности, допустим, то, что касается работы участковых, сегодня штаб участковых не укомплектован, нет людей. И вот один участковый, который, кстати, я дальше расскажу, он прямо в частности у нас в дальнейшей работе по депутатской линии, работает сегодня на четырех участках. Помимо этого, основная проблема, которая сегодня стоит у участковых, это отсутствие помещений, где так называемый опорный пункт, где могла бы вестись нормальная работа участкового, хотя бы, то есть института. И сегодня муниципальное образование, ну, в частности, заинтересован в том, чтобы эти помещения нашлись. Нашлись и появились, значит? И появились, да, и их необходимо отремонтировать, потому что в подвальных помещениях невозможно вести полноценную работу. То есть это должно быть полноценное помещение, куда граждане могут приходить. Вот один из таких вопросов, который рассматривался на комитет и на последний. Александр Владимирович, давайте с вами переремся на небольшую паузу рекламы. Конечно же, спустя несколько секунд, могу так даже сказать, в нашем радиослушстве мы вернемся и продолжим наш диалог с вами. Конечно же, еще раз вас приветствую, дорогие радиослушатели. И сейчас у нас в эфире любимая радиоволны с вами, программа «Диалог с властью». Сегодня у нас в гостях депутат Ялтинского городского совета, член постоянного комитета Ялтинского городского совета по правовым вопросам занятости и социальной защите населения, а также комитета по информационной политике, связи и массовым коммуникациям Александр Владимирович Балхавитов. Мы буквально несколько минут назад обсудили ряд вопросов, вернее, один вопрос пока что касаемо комитета городского совета по информационной политике, вернее, мы обсудили работу по правовым и нормативным вопросам. Ну а сейчас хочется услышать, что касается комитета городского совета по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, какие вопросы обсуждаются в рамках этого комитета, какая работа ведется в этом направлении нашими городскими властями, и какие вопросы на сегодняшний день злободневные, может быть, стоят у вас на комитете, решение какое-то должно быть. Ну, комитет по информационной политике у нас возглавляет Петерёг Александрович. В принципе, комитетов заседаний было не так много, их было семь. Основной проблематикой, которая обсуждалась в этом году, это, наверное, донесение информации о деятельности власти, обрадовать власти целиком, потому что мы не разделяем ни работу администрации, ни работу городского корпуса, до наших поселков. Сегодня мы знаем прекрасно о том, что нам не хватает охвата, информационного охвата. И не везде сегодня в поселках у нас есть возможность распространить газету. В нашем муниципальном японске ее есть. Ваши ее мы стараемся поднимать, потихонечку организовать подписку. Также активно сегодня обсуждается идея, даже была определенная у нас в уставе, о открытии глобального информационного муниципального портала, там, где можно было получить всю информацию о деятельности в муниципальном образовании. Но вот сейчас, на сегодняшний день, мы имеем контракты с нашими средствами массовой информации. Это и Летняя столица, это и Южная газета, которая нам помогает посвящать деятельность Южного губернатора, условно, Явт, это наши партнеры. Последствов, ну и также интернет-ресурсов, которые активно читают, и в официальных сетях сегодня присутствуют наши коллеги депутаты в своей страничке, где можно всегда задать вопрос и, как правило, всегда получить адекватный ответ, достаточно быстро. В принципе, на это обращают внимание сегодня и глава республики. То есть доступность власти, это прямая работа комитета. Там, где граждане могут максимально быстро сообщить о проблеме и тут же ее попытаться решить. Такой основной приоритет. Александр Владимирович, расскажите о своей работе на избирательном округе, какие мероприятия проводятся и в каких лично вам приходится принимать участие. Ну и также сюда, наверное, мы отнесем и муниципальную программу, которая продолжает реализовываться в нашем городе. Это муниципальная программа по установке детских и спортивных площадок. Какая работа проводится вами в данном направлении на вашем округе, и что сделано, и что будет сделано в ближайшее время? Может, на вашем округе будут открываться детские и спортивные площадки в ближайшее время? Да. То, что касается детских и спортивных площадок. Ну, я, наверное, скажу пока в общем. Значит, у нас заложены 24 площадки на всех округах. У нас 14 округов. И на сегодняшний день, ну, у нас были сроки последней сдачи 15 ноября, но вот их перенесли по некоторым площадкам, еще работы недоделанной, и перенесли сроки до 27 ноября. Депутаты, естественно, контролируют практически каждый день. Там были какие-то проблемы подрядчиков. Но, в общем-то, потихонечку-потихонечку работают. Буквально вчера, вот мои коллеги сказали, я не знаю, что у них одну площадку уже сдали, не принято. То, что касается площадки спортивной детской площадки, которую у нас много и делают, это 8 избирательного округа, это улица Крупская, 15. Долго делают, но практически там... Ну, качественно, будем видеться. Да, там были сложности, там можно было поднять подходную систему, там нужно было выровнять планшах, так сказать, и уже в конце концов установить сами кочевки для висей. Это именно детская площадка. Ранее мы сделали на Крупской области спортивную площадку. Это полноценную, хорошую площадку. Более 200 метров квадратных она получилась. На сегодняшний день она уже функционирует. И мне лично она очень понравилась. Также у нас заложена площадка на Кемерязево 26. Это в рамках партийной работы. Это был партийный проект. Я подал данные, это необходимое. Ну, по улицам Кемерязева хотелось бы сказать отдельно. Это был наказ избирателей, асфортирован на этой улице полностью. Ну, вот. Буквально так давно граждане наших клипцев получили много хороших, качественных асфальт. Даже, ну, кое-что там, естественно, остались какие-то для девочки. Я надеюсь, что мы в 18-м году их тоже уберем. Не хватило асфальта. Да, это была очень длинная. Да, и много было сферниваться, но тем не менее. И там же у нас, на Кемерязево, проходил сколько граждан. Там, да, поднимались ряд проблем. Ну, то, что касается асфальтирования, я уже там сказал. У нас была проблема, в 1-м году, в 2-м 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 году. Опасения такого, для того, что лопнут стены опорные, значит, что там будут какие-то изменения конструктивные, и прочее, прочее. Но работу провели, на сегодняшний день, никакие объекты там сегодня, глобальные, не рассматриваются. Все будет обязательно согласовано с гражданами. Все должно держаться на контроле. Есть у нас одна проблема, в Кемерязево-11, там идутся работать с собственником. Собственник находится в Украине, который, ну, не укажет своим объектом, а там у нас постоянно накапливается мусор там, и прочее. Это какое-то частое, частое, да, мы не можем напрямую на нее повлиять, но я связывался с Мерной Хармой, с представителем, ну, обещаю к концу года там навести какой-то порядок. Будем надеяться к этому вопросу. Так же у нас на улице Выше Кемерязева завершилось практически строительство гаражно-соединенного кооператива, в результате которого у нас там появилась, она там и была, но уже как бы новая спортивная площадка, которая уже открыта, которая действует. Там есть тоже еще, ну, кое-какие не до девочки, но это все будет доделанное. Думаю, что как весна, мы будем иметь там полноценную площадку. Уже ребят там занимают, играют футбол, тем самым вызывают небольшое недовольство. Причем мы крашнем там. Ну, есть, так сказать. Так бывает. Вот это то, что касается одной части округа. Округ на самом деле большой, у нас проживает на округе порядка 8 тысяч человек. Округ у нас идет от Кимирязева фактически, опускается ниже на улицу Тирова, район Домито-Чехова и поднимается через Грибоедово-Украинское Блюхеро. То есть, на вторая часть округа, они как бы визуально так, немножко речка, речка нашей разделены. Хотелось бы сказать и отметить по второй части. Если здесь мы асфальт сделали в этом году, то капитальный ремонт дорожного покрытия всей улицы Блюхеро с капитальным ремонтом тротуара, подпорных стен и так далее, он уже у нас практически на выходе. То есть, проект с нетной документацией уже прошла эти статисты, но сейчас ожидается финансирование. Скорее всего, это уже будет на самом уроке. Безусловно, это будет 18-й год. Тоже достаточно большой объем работы, поэтому потихонечку наказы избирателей у нас выполняются. Мы уже не рады, на самом деле. Потому что, в принципе, большое количество улиц в нашем городе, вот именно внутри домовых, каких-то придворовых территорий требует уже давно ремонта. И такого, конечно, не только требуют, но и хочется, чтобы это был капитальный ремонт и дорожного покрытия, ну и соответственно, пешеходных зол. Ну, в этой части могу только сказать, что постоянно, мы очень достаточно аккуратно, но постоянно напоминаем о том, что у нас есть на округе какие-то проблемы со свадьбой. У нас дыло наше потихоньку тоже ладает, невидимо, ладает так называемые ямы, и называется это ямочный дюймок. А вот мы всегда за этим наблюдаем, фактически каждую субботу у нас проходят мероприятия определенные и субботники. Сейчас все вовсе мы проводили субботники. И огромное спасибо дворникам нашим, Материал-1 помогают, всегда и машину дают и помощи, и так далее, мусор как солького лица. В принципе, я хочу сказать, относительный порядок есть. Хотя на фоне я читаю, постоянно в фейсбук, но мы видим критику в адрес власти общественников, ну вот, какому-то, так сказать, мы консервируем людей. И хотел бы отметить здесь работу клинического отделения нашей партии инверсии 508. Как раз ячейка у нас находится на этих улицах. Люди проживают в Грибоедово, Блюхеро, Украинское, у нас там 30-него человека уже активных граждан, которые, в общем-то, и создают инициативу, и поддерживают. ведется большая работа в рамках партийных проектов. У нас прошли два мероприятия, называется, у нас называется, сейчас скажу точно. Ничего страшного. На самом деле очень хорошо, когда активное участие по наведению порядков на улицах граждане наши принимают, а еще инициаторами выходит наведение порядка. Но нужна поддержка. Конечно, безусловно. Нужна поддержка. Как раз таки, я буквально опереду к этому вопросу к гражданам и депутатам. Отдельный вопрос, который хотелось бы осветить. Так вот, спортивный проект «Городская среда» был направлен в том, чтобы привести в порядок и домовые территории в первую очередь. И вот два таких спорта граждан, два таких проекта мы разработали и согласовали. Мы планировали, что не будет у нас в 17-м организован. Но сейчас пофинансируем и сталкиваем реально под 18-й год. Возможно, даже где-то близок лету. Значит, это Грибоедово 1 или правильская 4. Не часто стоит вопрос. Мы даже были на расширенном совещании в СНФ, где были приглашены руководители до новых комитетов. Как раз-таки там где-то, почему тот дом попал, почему этот дом не попал и прочие подобные вопросы. Ответ достаточно простой. Мы выбрали дома, у которых меньше всего задолженности по коммунальным платежам. Все просто. Все просто. Хотите, чтобы что-то делалось? Это самодисциплинированные граждане, которые живут в этих домах, соответственно, в них есть домкомы, которые принимают активное участие в жизни района. И как раз-таки здесь и можно сказать о инициативе граждан и работе депутатов. Тоже достаточно такой вопрос, который мы сегодня еще включаем и на приемах граждан, и так далее, и в дикции там разные, и работа участковая, я сейчас хотел бы о ней обильно сказать. Как раз-таки несколько недель назад у нас прошло заседание нашей привычной организации, там, где мы пригласили нашего участкового. Мы совместно с вами с вами у нас были практически психичные организации. Как раз-таки участковый достаточно подробно рассказал о том, с чем приходится сталкиваться. Ну, приведу несколько примеров, чтобы не забрать время. Учили это, что-нибудь там, граждане обращаются в поле нескольство два, с заявлением «Меня заделся сердце». Участковый обязан реагировать. Участковый в среднем заступки скапливается 40 подобных обращений, которые не относятся к компетентам полиции. Такая же ситуация в депутатах. Когда идет прием, когда мы работаем на исходах с гражданом и частным образом, сейчас мы просто по данному, потому что телефоны сегодня все доступны, сегодня любого депутата. телефон нужно найти, связаться, позвонить, задать любой вопрос по общей любой консультации. Это принципиально, скажем так, отличие от работы власти в прошлый период. И здесь как раз таки работа она и выстраивается таким образом, чтобы помочь гражданам разобраться, куда правильно обратиться, как правильно составить обращение, если граждан сам может сделать депутат, ему помочь. И получить компетентный ответ, чтобы он был результативным, и чтобы это не была отписка, чтобы это не было бумагоморакиста. Зачастую достаточно в моей практике поднять номер телефона, позвонить и задать вопрос должностному лицу администрации. И тем самым получить ответ сразу. Но так как правило сегодня большинство депутатов так и работают. То есть взаимодействие администрации и государственного корпуса здесь на лице. А лицо напрямую и в принципе плодотворно, насколько я вижу, и по нашей программе диалог с властью, и вообще как просто гражданин и житель нашего города. Да. сегодня это все улучшается в качественном показателе. Конечно, может быть не так все быстро, как хотелось, потому что депутаты такие же люди, такие же граждане. Абсолютно. Причем не получающие заработную плату за свою работу. Абсолютно. Не имея каких-то иных преференций, наверное, просто отдают долг свой. И здесь, конечно, уже есть недовольные городами, которых не получилось решить быстро свои вопросы. Ну и вместе люди благодарны. У нас на сессиях постоянно приходят по-другому. Снова депутатов Роман Петрович в первенчайном сессии традиционных четырех, это сказать, переномат. И все. Вдохновляет, да, вас на работу? Ну, по ощущению, да, мотивация должна быть, потому что депутат приятного придающегося с металлого работы. Хорошо. Прежде чем я подойду к следующему вопросу, хочу напомнить нашим радиослушителям о том, что в программе «Диалог с властью» у нас сегодня в гостях депутат Ялтинского городского совета, член постоянного комитета Ялтинского городского совета по правовым вопросам, занятости, социальной защите населения, а также комитета по информационной политике, связи и массовым коммуникациям Александр Владимирович Болховитов. Александр Владимирович, вот, насколько мне известно, один из наказок избирателей во время предвыборной кампании касался открытия аптеки на территории округа. Благодаря вашему содействию в 2015 году на улице Гриба-Едова была открыта государственная аптека. Пользуется ли спросом этот объект у жителей на сегодняшний день как обстоят дела с этой аптекой и насколько она была действительно необходима и оправдала ее открытие в этом районе? Да, аптека для нас это была ключевая позиция, я уже об этом рассказывал, но тем не менее удалось ее вернуть, она практически уже была в частных руках, но удалось ее вернуть и сегодня аптека действует работа в том промо-целе наше государственное предприятие планы были вновь годный период, но на сегодняшний день мы имеем там ремонтированное помещение с взлетным ремонтом появился вот такой ассортимент действительно цены на пробежек социальных отличаются были жалобы обращения граждан связано с тем кто там время работ ассортимента не хватало там определенных видов препаратов не было лаборатория которая там традиционно работала сейчас тоже вопрос стоит потому что никак не препараты делать но принять было решение группу препаратов делать на базе Симферополя но тем не менее доказать и получить препараты на самом деле мы держим на контроле люди довольны я не знаю насколько довольны к пациенту если там какой-то экономический результат ожидаемый или нет то что касается наказа подобных ключевых объектах у нас было несколько один из объектов школа искусств о которой хотелось бы сказать были расширены на Кирово у нас находится этот объект у нас там и четвертая школа тоже на четвертой школе как-то более-менее у нас удалось ремонтировать и она действует работает общенно усиленно то со школой искусств конечно проблема эту проблему начали так сказать было освещать в рамках программу чтобы ее отремонтировать но эксперты специалисты пока нецелесообразно выполнять ремонт и речь о том предыдущего администрации будет какой-то проект перенос этой школы мы сейчас поддерживаем полный диалог с Крестивом с родителями дети занимаются есть финансирование было приборное были приобретены музыкальные инструменты техника была техника то что необходимо было для полноценной работы школы было все сделано но к сожалению пока нет ответа на вопрос как будет решен этот вопрос либо это будет ремонт либо это будет новостанет находится есть какие-то сроки когда этот вопрос может быть уже решен пока нет пока я не буду забегать вперед но работаю все немножко хочу вас перебить помимо эфира на радио у нас еще идет прямой эфир с фейсбук мы транслируем с помощью нашей группы Ялта и ФМ и вот сообщение пришло от нашего жителя Александра Дмитренко как житель улицы Тимирязева могу подтвердить что Александр Владимирович трудится очень плодотворно открытым правда пока остается вопрос с изолированием недостроя по улице Тимирязева дом 37 Б ну вот так вот такая похвала на самом деле спасибо большое всем иным гражданам проблема изолирования это как раз таки то о чем я говорил работа собственника потому что ответ на вопрос сейчас на собственность и людей здесь достаточно нет если мы будем то решить вопрос мы пока еще не знаем я думаю что вопрос этот решится и самым лучшим образом ну к тому же и жители хотят этого если уж не депутат то как-то жители своего соседа в любом случае где-то встретят и смогут его популярно объяснить наверное хорошо давайте перейдем дальше какие традиционные мероприятия проводятся на территории вашего округа я хотел бы еще дополнить дополнить предыдущему вопросу потому что у нас макарных избирателей был вопрос с открытием супермаркета вот не так давно состоялось с открытием фигуры стоял заброшенный разворованный разбитый и прочее и прочее там у нас было проблем вокруг этого но конечно мы проделать удалось вообще не усилием вести его в порядок я помогал иметь отношения и новый собственник появился этого объекта и правовые вопросы были урегулированы и слава богу запустился мало того у нас либо его 46 у нас есть полотный дом малосемейного типа там ну он сам по себе в таком трудовом вообще нет состояния но рядышком есть детская площадка и вот передоём общепных переворов с собственником маркета нам удалось найти понимание что они возьмут подкрыл на детскую площадку и есть шансы что эта территория придут в порядок мы будем тоже следить напоминает постоянно о себе что товарищ ты принимать нельзя на себя официальное награде поэтому надеюсь я почему об этом говорит потому что это что обращение на лицов этого дома а потом ну действительно в 2014 году последний раз приводили в порядок эту площадку там что-то красили там завозили песок и так далее но на сегодняшний день есть такая информация что собственники нового маркета они готовы приемы да готовы и могут поучаствовать в этом работе я считаю что это не только замечательно это правильно в принципе если человек работает подорабатывает где-то на определенной территории что если он сделает что-то для жителей тем более для маленьких жителей ну как дети это категория граждан то конечно же это очень здорово и хорошо что вы помогаете ведете такую работу с предпринимателями которые работают у вас на округе но тем не менее хочется перейти к следующему вопросу я уже задавала какие традиционные мероприятия все-таки проводятся на территории вашего округа ну традиционные мероприятия наверное я хотел бы подробнее остановиться у нас проходил поздно нового года на улице вечера 17 у нас там площадка спортивная асфальтная которую мы постоянно поддерживаем рабочем состоянии там у нас и дети занимаются сейчас кстати тоже площадку предприниматели хотели увезти ну да увезти вот в неизвестном направлении построить там новиквартирный жилой дом но не удалось тогда мы поставили после гром и была администрация Растан Андрей Олегович поддерживал этот вопрос и все осталось у города в районах вот на этой площадке у нас традиционно уже сложились определенные мероприятия проходим в год было очень много детишек нас уже пони приехал был маленький пони катался детишек у нас была музыка у нас подарки были и предприниматели которые тоже проживают в том же районе они в общем-то открытывались практически все кто конфеты мне помог кто печенье помог чай кофе то есть это все было я думаю что в этом году будет такой же праздник для детишек время не осталось совсем немного до нового года я думаю что подготовка уже наверное уже идет подготовка уже подпитывно вот как-то наши организации там занимают активную общественную работу Масленица достаточно большое мероприятие в городе очень хорошо у Ленина было мы праздновали вот мы провели в двух частях тоже здесь Масленица у нас была Масленица и одно мероприятие у нас совместно с казаками у нас была напротив Дорога Чеха у нас такая традиционная тоже площадка есть акусты когда нас высаживали потом проходила Масленица большая достаточно там казаки показывали свое искусство кладение оружием да кувеш валили большой мне очень понравилось очень понравилось молодцы потом хотелось бы отметить 3 июня для защиты детей мы принимали участие 1 октября мы поздравили 5 ветеранов Тодор нас на октябре то есть как бы такие вот небольшие я не говорю сейчас о там традиционных 9 мая да да наши традиции это уже как бы даже не обсуждается хотелось бы отметить про Денина у нас сложились некоторые взаимоотношения тоже не надо не те которые занимаются производить не те которые занимаются перепродажей и вот такие ярмарки у нас в полисовом мы шляпо ходить на Кирово до Учеркова Гулькера 36 и Грибоедово рынку у нас пользуется способом сельскохозяйственные ярмарки проверяли ли вы насколько разница с ценовой политикой наших рынков например есть ли разница вообще разница есть безусловно я не буду сейчас говорить но тем не менее был перерыв небольшой связанный с изменением технологических торговых инфраторов связанных с ярмарками капитальными торговыми объектами торговли и был перерыв естественно люди нашли вопрос за скучали за скучали но было удобно потому что доезжает производитель напрямую приводит продукцию и овощи и фрукты и то что произошло в работе Александр Владимирович давайте прервемся с вами на небольшую рекламную паузу конечно же вернемся к нам в студию и продолжим наш диалог вместе с вами и конечно же я напоминаю вам что сегодня диалог с властью мы ведем с депутатом Ялтинского городского совета членом постоянного комитета Ялтинского городского совета по правовым вопросам занятости и социальной защите населения а также комитета по информационной политике связи и массовым коммуникациям с Александром Владимировичем Балхавитовым Александр Владимирович мы уже в принципе большое количество вопросов с вами сегодня обсудили но все-таки самый главный который я хотела бы вам задать у меня еще остался припасен так сказать на конец нашего с вами общения вы регулярно проводите приемы граждан это нам известно по каким вопросам чаще всего к вам обращаются избиратели хотелось бы конечно более подробно узнать об этом приемы граждан у нас проводится традиционно на улице Ботинская Клина наше партийное отделение партийное Россию у меня последний вторник месяца с 15 до 17 на полный следующий приемный утрак 8 ноября уже совсем скоро принимаю я лишь помощники поэтому все обращения которые приходят они все не остаются без внимания самые распространенные мои вопросы это они меняются с каждым годом в зависимости от того какие мы преодолевали жизненную ситуацию они естественно менялись сначала это были паровые вопросы связанные с имуществом потом это были вопросы наших пенсионеров связанные с пенсиями пересчутки и прочее были вопросы связанные с какого-то обокраста практика деятельности кто-то ходит помогать если на наших ходить они ведут активный прием бескорыстно помогают сам юристы помогают и здесь пиалки всем хирургом неизвестно по правовой грамотности и вопросы связаны с ЗКХ В общем-то вчера глава республики по этому поводу на совещание расширила определенные действия был замглавной регистрацией облаживал по этому поводу и соответственно наверно возлагаем филе надежды в этой сфере действительно я могу сказать что некоторые вопросы связаны с ЗКХ и наше состояние проблема номер один но это всегда была проблема номер один в нашем городе вот я смотрю не улучшается только ухудшается только ухудшается и вот в этой же части как раз таки вопрос который вчера освещался это по расширению информационной деятельности в сфере освещения этих проблем не то чтобы там замалчиваем или попоевать если кто-то не знает но это касается и фонда капитального ремонта куда необходимо платить средства потому что на сходах граждан это один самый ключевой вопрос это норма закона и норма исполняет не заплатите может это будет происходить процедура отыскания средств поэтому хотим этого или не хотим это тариф безусловно сегодня обсуждаем тема широкофь и министры тоже имели возможность разобраться в ситуации мне было приятно что наши граждане всегда активны на примере было порядка 446 граждан граждане в общем дефле и конечно же вопрос у ДКХ это тарифы это отписки которые поставят там критика в адрес работе управляющих компаний все имеет место быть как будет дальше развиваться условно это идеальная деятельность депутатского корпуса в том числе и активной среды общественников сегодня у общественников есть уже результаты определенные которые можно и гордиться защита древних осаждений царской тропе допустим чего там стоит допустим активное обнуждение улица садовой ремонта да да ну то есть лидера тоже не останется безучастными это очень важно потому что один депутат без коммуникаций с активными гражданами не способен наверное слышать донести разобраться в вопросе тогда конечно же и испанция власти достаточно тяжелых потому что вместо 5 заполнил задач надо решать 25 ну понятно их решать нужно вчера ну конечно это у нас по любому по любому наверное территориальному органу в нашем регионе ну ничего не поделаешь вопросы все равно приходится решать да да хотел бы наверно еще перейти к каким вопросам которые я слышал потому что когда прошло оглашение о том что я буду в эфире и многие мои избиратели говорили а вот все таки все что на ваш взгляд по усталу были мероприятия что сегодня происходит в городе у нас нет мэра и так далее дорогие граждане хочу сказать что мэр остался прошлый у нас есть глава администрации нужно ли юридически правильно подходить к этому вопросу глава администрации неизначаемая невыбираемая должность и депутатский корпус рассматривает итоги работы комиссии полномочий следующее у нас заседание комиссии депутатов я надеюсь будет 17 декабря не так долго осталось а не 18 где-то 17 но в конце в новом году в новом году в новом году да кандидат который будет о добром комиссии будет утвержден на сессии явно своего городского совета и приступит с ним будет заключен трудовой контракт муниципальный между главой администрацией и главой муниципального образования и человек приступит к исполнению функциональных обязанностей так вот устав который мы голосовали проходили общественно слушаемые 26 администра как раз таки требовал приведения соответствия потому что были изменения федеральных законов достаточно много и каждый раз необходимо делать обновления соответственно приведения к нормам структур структур администрации в первую очередь там где четко функции полномочий там четко признать ответственность потому что первичная форма устава она ну скажем так была не то чтобы поспешно ну не было учтено а здесь уже произошло полное дополнение работали очень профессиональные юристы в административном праве поэтому инфраструктурные изменения произошли что позволяет сегодня уже дальше более прозрачно видеть как работает власть и требуется на и отчет в том числе ну и с вашего позволения немножко дополню мы заговорили за устах мы ушли наверное от той мысли которую вы я так предполагаю вели тем не менее если у нас не назначен пока что глава администрации это не значит что город у нас без руководителя потому что есть исполняющие обязанности да функции которые все равно выполняются ну и конечно же соответственно руководители подразделений всех у нас на местах все работают в первом штатном режиме новые заместители главы администрации тоже вообще в курсе дела есть определенная проблематика по департаменту земельных мощных отношений но я думаю что они буквально разберутся после вчерашнего решения там тоже приняты определенные меры по приведению в соответствии вот там там они претензионные работы и так далее я думаю что в ближайшие две-три недели какая-то ясность у нас появится и мы сможем дальше планировать потому что бюджет мы приняли на три года на три года бюджет да теперь необходимо подумать об обеспечении наполнении этого бюджета потому что вчера в главной зубке была озвучена цифра то есть городу должны за аренду земли ни бога ни мало 520 миллионов а это прямые деньги которые мы сегодня вот оговаривали у цельюхера да, вам требуется использовать да, конечно да, там только более там 42 миллионов на тротуары оформленные стены и прочее необходимо то есть эти деньги они расписаны но де-факто мы их еще не получили вот работа по получению этих средств бюджет города она напрямую зависит с реализации последующих наших прав и это один из ответов на вопрос почему не делается то почему мы не можем делать это а у нас не хватает средств конечно нужно относиться соответственно к городу соответственно будет ну и конечно тем не менее помимо всех оплат и так далее принимать еще активную гражданскую позицию гражданская позиция должна быть активная грамотная взвешенная без критиканства конструктивная критика тогда будет происходить дезинктивная счастье можно всегда добиться результата обращаться к концу программы и все таки хочется еще услышать когда и где граждане могут прийти к вам и обратиться с каким-либо своим вопросом к кому можно прием попасть который будет 28 ноября адрес ботинская 13 это наше картиное объявление картии 1 россии от начала приема в 15 часов к повышению в 17 спасибо большое дорогие радиослушатели я еще раз напоминаю вам о том что сегодня у нас диалог с властью с нами был депутат Ялтинского городского совета член постоянного комитета Ялтинского городского совета по правовым вопросам занятости социальной защите населения а также комитета по информационной политике связи и массовым коммуникациям Александр Владимирович Болховитов Александр Владимирович я благодарю вас за такой замечательный полный расширенный диалог на самом деле очень много интересной информации для себя как для жителей подчеркнуло вот хочется чтобы побольше было у нас таких диалогов на Ялтаре конечно чтобы наши жители тоже были в курсе всех последних событиях в принципе хочу пожелать вам активных помощников на вашем опыте Спасибо большое конечно в помощниках мы сдаемся всегда я хочу пожелать нашим горожанам сегодняшняя погода солнечная настроение было ясное чтобы не терять надежду самое главное веру потому что только совместными усилиями можно дать каких-то результатов я думаю что мы все это выполним ну и конечно же дорогие радиослушатели оставайтесь на волне стоило себе спасибо вам большое за внимание спасибо 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 спасибо